Черешня – одна из первых ягод, которая открывает летний сезон. Она не только обладает удивительным вкусом, но и оказывает положительное действие на все органы и системы организма. В этом ролике ты узнаешь, почему не стоит выбрасывать листья, хвостики и косточки от черешни, а также какую пользу приносит ягода при различных заболеваниях. Поэтому посмотри ролик до конца. Перейдя к воздействию черешни на организм, хотел бы попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». 1. Черешня при сахарном диабете Вечный запрет на сладкое предостерегает диабетиков против употребления черешни. Но зря! Ягода содержит глюкозу, но ее гликемический индекс достаточно низкий, поэтому в качестве десерта можно смело съедать по горсти черешни. 2. Содержание антиоксидантов и витаминов в ягоде приводит к укреплению сосудов, что очень важно для диабетиков. При сахарном диабете из-за повышенного содержания сахара в крови одними из первых страдают стенки сосудов. Они буквально разрушаются изнутри, поэтому очень важно заботиться о них, тем более если лекарство такое вкусное. 3. Не стоит варить из черешни компоты или варенье, но допустима заморозка свежих ягод. Если съедать больше горсти ягод в день, можно заметить скачок сахара в крови. 2. Черешня при панкреатите. При остром панкреатите назначается строгая диета. Во время обострения врачи даже рекомендуют голод, но скудное лечебное меню выздоравливающего можно разнообразить киселем или компотом на черешне. В отличие от вишни, черешня не такая кислая, поэтому не будет раздражать желудок. Когда симптомы пройдут, при хроническом панкреатите даже разрешена свежая черешня. Кстати, это одна из немногих разрешенных ягод, конечно, в ограниченном количестве – до 100 граммов в день. Почему именно черешня входит в меню пациентов с панкреатитом? Легкоусвояемая фруктоза не нагружает поджелудочную железу. Черешня содержит низкое количество органических кислот и не раздражает желудок. Богатый витаминный состав. Ягода содержит витамины С, В1, В2, А, Е, ПП. У спелых ягод мягкая кожица, поэтому она не повреждает раздраженные слизистые пищеварительных органов. 3. Черешня для сердца и сосудов. Черешня – источник калия, укрепляющего и расслабляющего сердечную мышцу и стенки сосудов. Это приводит к нормализации сердечного ритма и к снижению артериального давления. Еще черешня очень богата железом. Его в ней в 3 раза больше, чем в вишне. Железо повышает гемоглобин и предотвращает развитие анемии. Если в сезон съедать по 1-1,5 стакана ежедневно, за 10 дней можно поднять гемоглобин на 10 единиц. А хороший гемоглобин – это в первую очередь доставка кислорода до всех органов, в том числе до сердца. Кроме черешни, есть и другие продукты, полезные для сердечно-сосудистой системы. Смотрите в другом моем видео о суперпродуктах для сердца. Ешьте их, и сердце будет работать, как часы. Ссылка на это интересное и полезное видео есть в описании. 4. Черешня при гастрите При гастрите поражается слизистая оболочка желудка, поэтому в состоянии обострения врачи не рекомендуют есть любые фрукты и овощи, так как они могут повысить кислотность и привести к раздражению. В целом диета очень похожа с той, которая назначается при панкреатите, разрешены кисели, компоты и железь черешня. Свежие ягоды можно только при стойкой ремиссии. 5. Черешня для кишечника Ягоды содержат большое количество пищевых волокон, которые ускоряют перистальтику кишечника. Вещества обволакивают стенки кишечника, ускоряют их заживление. Кроме того, черешня оказывает мягкий, послабляющий эффект. При запорах рекомендуется съедать ежедневно по 150-200 г черешни, чтобы нормализовать стул. Очень эффективна черешня при синдроме раздраженного кишечника. В этом состоянии у пациентов вырабатывается недостаточно пищеварительных ферментов для переваривания продуктов в тонком кишечнике. Они непереваренными попадают в толстую кишку, вызывают брожение, метеоризм и диарею. Наиболее эффективное народное средство – заваривать 30 г сушеной черешни стаканом воды и пить настой небольшими порциями в течение дня. Это успокаивает кишечник и улучшает пищеварение. 6. Черешня при подагре. Нарушенный обмен веществ иногда приводит к накоплению солей мочевой кислоты в суставах и мягких тканях. Именно так проявляется подагра, вызывая боль при движениях. Специалисты утверждают, что черешня поможет снизить интенсивность боли и остроту воспалений. Но для людей с подагрой более всего ценно то, что черешня не содержит пуринов и оказывает мягкий мочегонный эффект. Поэтому ограничений на употребление этой вкусной ягоды нет. Но целебными свойствами обладают не только ягоды. Если вы уже съели полкило черешни, оставьте хвостики от нее. Вы можете заварить 4 столовые ложки хвостиков от черешни литром горячей воды. Полученный отвар можно пить по 2-3 стакана в день. Это прекрасное вспомогательное средство при подагре. 7. Черешня от рака. Черешня содержит одно из самых высоких среди фруктов и ягод количество антиоксидантов – целых 114 видов. Причем среди них и такие опытные противораковые борцы, как кверцетин и антоцианы. Антиоксиданты снижают риск развития рака, потому что они нейтрализуют свободные радикалы – главные источники злокачественных опухолей. Антиоксиданты препятствуют развитию мутаций, очищают организм от токсинов. Наиболее ценной ягода показала себя против колоректального рака – очень популярного вида онкологии. 8. Черешня для женщин. Женщинам очень полезно съедать по 150-200 г черешни ежедневно во время менструации. Черешня разжижает кровь, снижает вероятность образования тромба и облегчает боль. Особенно актуально это для тех женщин, которые употребляют противозачаточные таблетки или другие виды гормональной терапии. А так как черешня способствует ускоренному кроветворению, то женщины с обильными месячными значительно реже чувствуют дурноту, головокружение. 9. Черешня для мужчин. Черешня защищает мочевыделительную систему мужчин от инфекций, а также предстательную железу от воспаления. При регулярном употреблении черешни значительно снижается риск простатита, повышается уровень мужских гормонов. А в связи с положительным воздействием на сосуды, черешня также благотворно влияет на эрекцию. 10. Листья и косточки черешни. Не выкидывайте листья, хвостики и косточки черешни. В них не меньше полезных веществ, чем в мякоти ягод. Используйте их, приготовив полезный отвар. Залейте 1 ст. л. мелко нарезанных листьев черешни стаканом кипяченой воды. Этот отвар обладает мощным антисептическим действием. Такой отвар стоит добавлять в ванночку для ног для профилактики грибка стопы. А если заварить стаканом кипятка 1 ст. л. косточек черешни, вы получите прекрасную успокоительную настойку. Амигдалин, вещество, которое содержится в косточках, снижает нервное напряжение, помогает уснуть. Пить такую настойку стоит перед сном или во время стресса. От черешни стоит отказаться при низком давлении, аллергии, при тяжелом течении диабета и во время обострения болезней желудочно-кишечного тракта. А вы уже открыли сезон черешни? Какую больше любите, розовую или бордовую? Рассказывайте в комментариях. Если вам понравился выпуск, то делитесь с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео!